Это новые базовые AirPods 4 и эта же модель, но с активным шумоподавлением. Про звук, микрофон, реальный опыт использования, достоинства и недостатки. А также отличия по сравнению с предыдущим поколением и флагманскими AirPods Pro 2. В этом видео устраивайтесь поудобнее. Актуальная линейка наушников Apple представлена тремя моделями и четырьмя версиями. Это новый AirPods 4 в двух исполнениях с шумодавом за 180 долларов и без за 130 баксов. Предыдущее поколение AirPods 3 снят из продаж. Цены традиционно указывают с официального сайта США без учета налога штата. У нас, разумеется, будут выше. AirPods Pro второго поколения за 250 долларов. Флагман компании имеет наибольшее количество софтверных и железных функций. Недавно в США официально признали слуховым аппаратом, хотя на самом деле, ну это далеко от истины. Вот слуховой аппарат. У него древнее железо и стоит он больше 1000 долларов. И это не за пару, а за один слуховой аппарат. То есть за комплект придется выложить больше 2000 долларов. И это, скажем так, ниже середины рынка. Скажем так, Volkswagen из мира автомобилей. А если брать AirPods, то это скорее даже не Жигули, а мотоцикл с корзиной. И последняя модель AirPods Max за 550 долларов. В них добавили новые цвета и USB-C для зарядки. А у меня старая модель с лайтнингом. Их тоже сняли с продаж. И этот клатч это какой-то позор для Apple. Ничего нового за 4 года. Ни свежего чипа, ни поддержки лоуслис качества. Хотя Apple Music уже давным-давно его поддерживает. Купить технику Apple и не только, а также аксессуары к ней можно в магазине гаджетов BigGeek. Спасибо ребятам за возможность и дальше создавать независимые обзоры. Сразу скажу, что слабое звено в линейке AirPods это Max. 4 года назад, когда их представили, это было ну окей. Спорное решение. Да, дороговато, но премиальные материалы. Ну точнее не премиальные, а качественные материалы. Наушники действительно спустя 4 года выглядят как новые. Но сейчас, под конец 24 года, уже начало 25, это прям вообще того не стоит. Дорого стоят, тяжелые, не поддерживают лоуслис. AirPods Pro 2 это универсальные наушники на все случаи жизни. Если бы мне сказали из всего того оборудования, которое у меня есть, связанного с аудиотехникой, оставить только одни наушники, я бы наверное взял бы только их. Ну потому что я еще в экосистеме Apple. Жаль, что Apple их не обновила и слухов пока никаких нету. Для начала поговорим про главное. Звук. Apple заявляет, что AirPods 4 имеет совершенно новую акустическую архитектуру, драйвер с низким уровнем искажения и усилитель с высоким динамическим диапазоном. Главное, что ожидали все яблочные любители звука, разумеется, поддержка лоуслис, которая есть в Apple Music и уже давным-давно имеется в альтернативных стриминговых сервисах. Но чудо не произошло даже в AirPods Max. А это, скажем так, верх рынка AirPods. Старый, добрый AAC. Не скажу, что это плохой кодек, но хотелось бы и иметь его высокобитрейтный аналог. Я прослушал порядка 15 композиций из совершенно разных жанров на AirPods 3, AirPods 4 и AirPods Pro 2 и готов вынести вердикт. Разумеется, я и веду специализированный тест, а так и наушники тестировал значительно дольше. Apple действительно поработала над звуком и разница между AirPods 4 и AirPods 3, она существенная, я бы сказал, даже процентов на 30. Я тут сделал некоторые пометки во время тестирования, буду подглядывать. Больше бас, это вот прям однозначно, слышно чуть большее количество второстепенных деталей, например, щелчки, сепия и так далее. Лучше панорамирование, то есть когда инструмент расставляется на посте, плюс перекатывание звука из левого в правый канал. И чуть шире звуковая сцена. Звук в AirPods 3 более плоский, в некоторых композициях немного невыровненный. Это скорее вина адаптивного эквалайзера, то есть слышны неприятные пики, но почему-то именно этот адаптивный эквалайзер в AirPods 4 работает лучше. Это работали, видимо. Сравнивая с AirPods Pro, звучание отличается уже не так радикально. Однозначно в прошках лучше басы и высокие частоты, звук более иммерсивный. А еще в прошках я слушал музыку с меньшим уровнем громкости. Это очень важно, потому что на 80 и более процентах громкости звука само по себе качество звучания становится хуже, из-за того, что используется один драйвер, а не, например, два, как в некоторых наушниках от компании Samsung. И это не многоканальная акустика, которая не захлебывается на высоких громкостях. Но это все при тестировании дома, в тихом месте. Понятное дело, что аудиофилы выберут что-то другое, предпочтут. Однозначно есть более лучшие варианты, как более дешевые, так и более дорогие. Но AirPods это вообще, скажем так, в первую очередь не про звук, а про удобство использования. Про комфорт, про экосистему, про быстрое переключение, ну прям очень быстро. Я обычно раньше тестировал AirPods, имея несколько iPhone'ов и отвязав друг от дружки те или иные наушники, чтобы они не переключались. В этот раз я тестировал все с одним iPhone'ом и все трое, там четверо наушников переключались, ну очень быстро. А так в повседневной жизни, если вы занимаетесь какими-то делами или находитесь в шумном месте, то тут предпочтительнее будет не звук, а именно удобство. Плюс активный шумодав, если вы находитесь там в метро, в автобусе, рядом с шумными дорогами или, например, там дома, занимаетесь уборкой. Теперь мои впечатления от шумоподавления. Apple не первая компания, которая выпускает вкладыши с шумодавом. Из того, что вспоминается, Huawei Free Buds 3, который мы обозревали 5 лет назад. И там выводы были неутешительными. Шумодав есть, но работает он посредственно. Получилось ли у Apple? Главная проблема шумодава во вкладышах – отсутствие адекватной пассивной звукоизоляции из-за того, что нет амбушюр. Итак, шумодав есть и это уже хорошо. Он, разумеется, хуже, чем в AirPods Pro, особенно по части низких частот. AirPods Pro – это тоже не эталон у тех же наушников Sony, внутриканальных, куда большее количество настроек в фирменном, вот этом кривом, ужасном приложении с непонятным переводом. Но еще в AirPods 4 шумоподавление, оно не столько вырезает частоты, сколько приглушает нежелательные звуки. Я специально посмотрел графики и тесты на специализированном оборудовании, и все подтвердилось. AirPods 4 подавляет около 20 дБ шума, в то время как AirPods Pro 2 – 20-30 дБ. Я бы сказал подавление до 20 дБ, то есть до 50% окружающего шума. У конкурентов среди вкладышей этот показатель редко, когда выходит за 35%, то есть уже как бы неплохо. Но тут самая важная вещь – это посадка наушника в ухе. Тут нет возможности все отрегулировать, и в зависимости от того, насколько вы глубоко вставите наушники, насколько они будут подходить под вашу ушную раковину, насколько сильно вы будете двигаться, вращать головой, потому что это тоже влияет на шумодавление, кожа ведь сдвигается, и наушник тоже, и шумодав как бы немножечко меняется, не в лучшую сторону. Эти все моменты напрямую влияют на шумодав. В то время как в AirPods Pro 2 в комплекте есть сменные амбушюры 4 разных размеров, 4 на самих наушниках, для точной подгонки и даже специальный звуковой тест. Но есть нюанс – от самого шумодава AirPods 4 я испытываю дискомфорт. Это очень сложно передать на уровне ощущений, как будто ты слышишь вот эту противофазу, которая опускается для того, чтобы подавить окружающий шум. Голову как бы немного распирает изнутри. То есть шумодавление в AirPods Pro 2, оно куда более комфортно. Разумеется, что когда вы находитесь в общественном месте, рядом с шумным транспортом, либо в нем, или там самолетами, куда комфортнее иметь плохое шумодавление, чем хороший такой нормальный гул от окружения, и слушать при этом музыку. Но дома я предпочитаю использовать режим выкол, ну либо прозрачности, либо вообще использую AirPods Pro 2. Режим прозрачности нужен скорее, когда вы не хотите ставить музыку на паузу, когда с вами кто-то разговаривает. Он снижает общую громкость музыки, когда вы начинаете говорить, и усиливает звуки вокруг вас. Отрабатывает прозрачность хорошо, даже есть такой эффект, что вы слышите некоторые звуки лучше, чем если бы слушали их без наушников. Разумеется, давайте сравним качество записи встроенных микрофонов предыдущего поколения AirPods 3. Вот так звучит актуальный флагман в нутриканальной AirPods Pro 2, многие же используют наушники в качестве гарнитуры. А вот так звучит новинка AirPods 4. Я взял версию с шумоподавлением, но при этом на всех трех наушниках используется режим выкол, то есть без дополнительных софтверных фич. Но первый тест был в идеальных условиях, а сейчас все то же самое, только в условиях громкого городского шума. Чтобы можно было прочувствовать, как алгоритм справляется с подавлением нежелательных шумов и выделением голоса. Ну и вот так звучит новинка. В ней, кстати, переработана та часть ножки, где располагаются микрофоны. В комментариях отпишитесь, какие наушники звучат лучше. Во время звонков есть еще софтверная фича, изоляция голоса. Запускается она через пункт управления. И среди всех наушников AirPods, AirPods именно четвертого поколения, дают лучший звук через встроенные микрофоны. Теперь давайте поговорим про отличия между AirPods 4 и AirPods 4 с шумоподавлением. Немного разная графика на коробке. Ну и разумеется надписи AirPods 4 и 4 с ANC. В версии с шумодавом есть поддержка беспроводной зарядки. Она магнитная с зарядной таблеткой ТПЛОЧ, но больше не магнитная для обычных ЧИ зарядок. Хотя заряжаться может. Видимо, магнитам не хватило места. С магнитом вообще обидно. Причем в прошках самый большой кейс и у них самый мощный магнит. В AirPods 3 предыдущего поколения корпус уже кейс немножечко поменьше и магнит послабее. А в самых компактных AirPods 4 беспроводная зарядка есть, а магнита вообще нету. Ну точнее он есть, но только для таблетки для зарядки Apple Watch. А вообще имеется огромное количество зарядных станций, которые расположены под наклоном. И эти наушники, они просто с них съезжают. Ну, разумеется, если нет специального такого преграждающего подиума. В базовых AirPods 4 нет беспроводной зарядки. В версии с шумодавом рядом с USB-C есть отверстие под вентиляцию и динамик. Динамик штука очень полезная. Он используется при сопряжении. Вы слышите, как это происходит. Например, когда наушники у вас разрядились, они об этом сигнализируют. При поиске в локаторе вообще бомбовая штука. Модельный номер кейса в моих AirPods с шумодавом А3059 и А3058 без шумодава. А вообще на сайте Apple есть целая страничка, посвященная всем возможным номерам. Сами наушники выглядят абсолютно идентично. Есть отличия в модельном номере. В моих А3055 и А3056 с шумодавом, в зависимости от того левой или правой. И А3050 и А3053 в наушниках без шумодава. Ну и разумеется, есть отличия в софте. В AirPods 4 с шумоподавлением есть раздел управления шумом, выключена прозрачность, адаптивно и шумоподавление. Помимо настройки вызовов имеются настройки действия, нажатия и удержания сенсорной площадки левого или правого наушника, по умолчанию управление шумом. В разделе аудио присутствует переключатель распознавания разговора и настройки адаптивного воспроизведения звука. Меньше шума, по умолчанию или больше шума. Активация и настройка сети локатора. AirPods 4 с шумодавом можно искать в приложении локатор. Бывший найти айфон. Ну и время автономной работы. Аккумуляторы одинаковые, что в AirPods 4, что в AirPods 4 с шумоподавлением. Единственное, что при активации этого самого шумоподавления вы получите на 1 час меньше работы от одного заряда наушников. Кейсы будут работать до 20 и до 30 часов, в зависимости от того, включите вы или нет шумоподавления. А на полную зарядку будет уходить 1,5 часа. Хотя быстрая зарядка там есть, то есть вы можете кинуть наушники на 5 минут перед пробежкой и спокойно бегать час с включенной музыкой. А теперь давайте сравним AirPods 4 с шумодавом с предыдущим третьим поколением. Новый дизайн наушников стали немного компактнее, чем предыдущее поколение. По удобству все индивидуально. Apple утверждает, что новая форма наушников чуть более компактная, она подойдет под большее количество ушей. И изменился рейтинг влагозащиты с IPX4 до IP54. То есть это защита от пыли и брызг, но купаться наушников нельзя. Кейс стал компактнее. В кармане его почти не ощущаешь и это здорово. Светодиод располагается под пластиком, а не в виде точки. Люфт крышки с щелчками по-прежнему остался. Пропала кнопка синхронизации наушников. Вместо нее теперь используется постукивание. Добавили динамик для локатора. Он также воспроизводит некоторые звуки вроде разрядки или начала процесса спаривания. Обновили аудио чип с H1 до H2. Датчик кожи для работы автопаузы заменили на оптический сенсор. Ни с первым, ни со вторым у меня лично проблем не было. На бумаге время автономной работы стало меньше. То есть до 6 часов в AirPods 3 и до 5 часов без шумоподавления в AirPods 4, а с шумодавом еще меньше, до 4 часов. Но на практике у меня получилось больше заявленного. То есть AirPods 4 без активного шумоподавления у меня проработали чуть больше 6 часов. А запас никогда лишним не будет. С шумодавом я еще столько не проходил. Но этот параметр еще очень сильно зависит от текущей громкости наушников. Я слушаю музыку в районе 60-70% в зависимости от громкости трека, а также окружающего шума. Плюс этот показатель я постоянно меняю и точное значение сказать не могу. В настройках появилась опция движения головой. Можно ответить на вызов или отклонить его покачиванием головы. Обновили версию Bluetooth с 5.0 до 5.3. На качестве звучания это не сказалось, но передается большее количество данных. Например, это влияет на качество записываемого звука через встроенные микрофоны, уменьшена задержка, снижено энергопотребление, быстрее происходит подключение. Коротко о том, чем отличаются AirPods 4 с активным шумоподавлением и AirPods Pro 2. Главное, это, конечно, класс наушников. Вкладыши и внутриканальные наушники с комплектом из 4-х парамбушюр для точной подгонки и с меньшей вероятностью выпасть из ушей. Это фундаментальная вещь, от которой необходимо отталкиваться при выборе тех или иных наушников. Вкладыши это суперкомфортные наушники, которые не ощущаются в ушных раковинах в течение всего дня, уши в них не потеют и не так сильно, скажем так, забиваются серой. Возможности режимов, связанные с шумоподавлением, одинаковы. Но сам шумодав, как и пассивная звукоизоляция, будут лучше у прошек. У прошек с обновлением появится система проверки слуха, и их можно использовать как слуховой аппарат. Но опять же, возможности по части сравнения с классическими слуховыми аппаратами мизерные. Apple не добавила в AirPods 4 возможности регулировки звука свайпами, как в AirPods Pro 2. Жаль, я очень люблю эту функцию в AirPods Pro, а также в наушниках от конкурирующих брендов. Благо есть экосистема Apple. Регулировать звук можно, например, через Apple Watch, либо просить Siri выставить то или иное значение звука. В комплекте с AirPods Pro 2 есть кабель Type-C для зарядки. В AirPods 4 нет магнита для чьей зарядки, хотя заряжаться будут. В прошках есть чип U1 в самом кейсе, он необходим для более точного геопозиционирования наушников при их поиске. Но в некоторых странах, вроде Белоруссии и России, эта функция не работает. Кейс AirPods 4 компактнее, нет отверстия под шнурок. А еще AirPods 4 чуть сложнее вытащить из кейса, чем прошки, но к этому привыкаешь. Ну и разница в цене в районе 70 долларов. AirPods 4 с шумоподавлением, разумеется, стоит дешевле. Давайте подытожим. Смысла покупать AirPods 3, снятый с продаж, я не вижу. Просто потому, что у четверки лучше звук и вроде как более комфортная посадка. Но это все индивидуально. Я всегда говорю своим зрителям, что если есть возможность, лучше прийти в шоурум и сначала померить наушники, примерить на себе и обязательно послушать звучание. Стоит ли переплачивать от 50 долларов за шумодавл в AirPods 4? Думаю, да. Получится в довесок плюшки вроде беспроводной зарядки, динамика и функции локатора. Если вы думаете, что она вам не пригодится, ну вот недавно мой друг, там по-моему месяц назад, потерял наушники прямо на улице. Точнее зарядный кейс от наушников. Отследил по приложению локатор примерное месторасположение. И слава богу, какой-то добрый человек увидел наушники и просто за хлястик, продернутый через кейс AirPods Pro 2, повесил их на здание прямо. Так бы, может быть и не нашел бы, а так увидел через приложение локатор. А если нет отторжения от внутриканальных наушников и позволяют средства, то берите AirPods Pro 2. И звук лучше, и шумодав, и софт более продвинутые. Для Android я однозначно AirPods бы не рассматривал, и с софтом там есть проблемы, и звук можно за эти деньги найти поинтереснее. Ну и главное, хорошие те AirPods, которые не подделка. Сейчас китайцы творят такие вещи, что просто волосы на голове дымом становятся. Люди даже не понимают, у них оригинал или подделка. Все так хорошо работает, так что покупайте в проверенных местах. Что вы думаете по поводу AirPods 4? Пишите в комментариях, там же жду реальных владельцев с их реальными отзывами. Будет интересно почитать. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на YouTube канале ProTech. До скорых встреч, увидимся в следующих видео. Наверное будет обзор Apple Watch. Пока-пока.